Поехали мы в Кристиансон. Ты чё ж? Ты Кристиансон или Алисун? Кристиансон. Кома Рикки и Рикки Пласс. Кристиансон. Оптимизация у нас не только больниц, но и полиции тоже. Если мы раньше просто приходили в городе в полицию и подавали на продолжение визы, то есть не виза, а вид на жительство. Но у меня уже не вид на жительство. Постоянное место жительства, так как я не гражданин Норвегии, поэтому каждые два года мы должны заново делать следующее подтверждение на следующие два года. Так вот, оптимизировали полицию. Теперь нужно ездить за два часа езды до следующего города, чтобы лично явиться, надо лично являться. Потом они нас отслеживают по соцсетям, не нарушаем ли мы законы какие-то или еще что-то. Вот. Не должники ли и так далее. и после этого решают дать нам или не дать продолжение нам постоянного жительства, места жительства. При этом, конечно, красиво, а вот сейчас март, ну, нравится вам пейзаж? То есть, можно преподнести совершенно по-разному. Как Россию, как Африку, как Норвегию. Однозначно нельзя представить, вот она или красивая, или некрасивая. То есть, вот сейчас я не вижу ничего красивого вот в этой вот картинке. Но если это сделать летом, например, да в хорошую погоду, то это будет замечательно. Вот этот вид даже в плохую погоду, наверное, красивый, да? Так. Домишки, напоминающие бараки советского периода. Даже вот эти вот частные, они, ну, ужасно выглядят вообще. Молды, они все с террасами, с верандами, более красивые. Это вот кафешка. Мы сюда частенько приезжали покушать. Мат-Ливеринга. Мат-Ливеринга. Здесь подают еду через это. Вот такой вот домик аккуратненький. частно, я думаю, там внутри если устроенный интерьер, интересный. В общем, пытаемся как-то развлечь себя, потому что больше других развлекалок нет никаких. Ага, Райан, Ресторан, там, 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 Ресторан, а, Ваде. Ну, вот мы к центру подъезжаем сейчас, это уже центру. Так, я говорю, церковь такая вот, современного типа. здесь центр считается по берегу. Здесь уже так себе. Там более-менее симпатично выглядит. Смотрите, какая крутая курка вниз. Поэтому, все, кто убеждает, что норвежцы здесь не носят каблуки, потому что это не модно. Нет, дорогие друзья, не совсем не поэтому. потому что здесь невозможно ходить на каблуках. Только поэтому. Все, представьте, пешком ходить, вот такие вот. Тут, вот точно, какие каблуки, какие каблуки. Стоп. Ага. Сейчас бы она нам палец показала. Не пропустили. Важно, что она нам пакет. Важно, что она нам пакет? Важно, что она нам пакет? Да, не пропустили. Нет, нет. Насколько решений? А, да? Вот репер-бан, да? Насколько мы сидим здесь? Ну, здесь! А, да? Верно! Смотри. 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 А, да? Смотри. Смотри, да? Ага! Репер-бан. Верно? Орое, да? Физиатюрый. нам всегда мод полете канди крестьянцы он отель а хотели раэлли стенты видите какой домик вот такие бывают мы обычно показываем то что красиво не показывал так его и вот домик зачем это же не красиво зачем показывать вам такое и складывается впечатление что вы как все здорово мы приехали в крестьянцу два часа езды от нашего города молды полицию потому что у нас оптимизировали не только больницы но и полиции конторы полицейские тоже если мы раньше могли продлить пмж в городе прямо теперь нужно ехать за два часа в другой город вот мы приехали в крестьянцу во времени сейчас выяснится дадут они мне продлят пмж или нет полазит по социальным сетям узнают что я представляю угрозу норвегии и могут не продлить мне визу